Государственная программа развития ирригации исполняется. Ее реализация осуществляется в три этапа. По первому и второму этапу до 2024 года будет введен 31 новый ирригационный объект. Общая стоимость работ составит более 250 миллионов долларов. За 2018-2019 годы по стране были освоены новые орошаемые земли, улучшена водообеспеченность и мелиоративная способность. Завершение всех запланированных ирригационных проектов послужит действенной поддержкой для отечественных фермеров и крестьян. Вынесет значительный вклад в повышение продовольственной безопасности. Канал для полива в Баткенском районе был построен 40 лет назад. Из-за того, что он устарел, поливная вода не достигала до места назначения, вследствие чего поля страдали от засухи. Со строительством нового канала можно будет освоить 1500 гектаров новых орошаемых земель. Его длина составит 46 километров и возводится он на Гранд КНР в 500 миллионов сомов. Строительство нового канала позволит освоить новые орошаемые земли в селах Дара и Тёрдгуль. Над строительством трудятся 100 местных жителей. Канал будет введен в работу в 2021 году. Так решится вопрос с поливной водой. Вопрос с поливной водой решился и в селе Карао из Сокольской области. Этому поспособствовало строительство водохранилища. Объект вмещает в себя более полумиллиона кубометров воды. Водохранилище обеспечит поливной водой более 700 гектаров земли. В нашем селе проживает около 4,5 тысяч людей. Большая часть населения занимается сельским хозяйством. Последние 2-3 года мы остро ощущали нехватку поливной воды. Теперь вопрос решен. На реализацию проекта было затрачено 62 миллиона сомов. Вопросы ирригации являются одними из приоритетных в президентской деятельности Сурумба Аджимбекова. Еще будучи кандидатом на пост главы государства, он пообещал реализовать программу ирригации до 2027 года и обеспечить сельское хозяйство поливной водой. За исполнением обещаний глава страны следит пристально. В частности, для повышения эффективности и оперативности в принятии решений при реализации государственной программы развития ирригации Кыргызстана на 2017 и 2026 годы был образован единый орган – Государственное агентство водных ресурсов, перед которым стоят задачи по совершенствованию водной политики государства. Государственная программа развития ирригации будет реализована до 2026 года в трех этапах. По первому и второму этапам до 2024 года будет введен 31 новый ирригационный объект. Общая стоимость работ составит более 250 миллионов долларов. На первом этапе предусмотрено строительство 17 объектов, на втором этапе 14 объектов и на третьем этапе оставшиеся 15 объектов. На сегодняшний день, согласно госпрограмме, мы ведем строительство по первому и второму этапу. На сегодняшний день определены источники из 31 водохозяйственного объекта, определены источники на 29 водохозяйственных объектах. Источники финансирования строительства 17 объектов ирригации, включенных в первую группу, определены. 14 объектов, включенных во вторую группу, будут построены при помощи инвесторов. В результате появится новая орошаемая земля площадью 27 тысяч гектаров. Остальные 12 проектов, включенных в третью группу, будут реализованы до 2026 года. До 2026 года будет освоено 65 тысяч гектаров новых орошаемых земель. На 50 тысячах гектарах улучшится водообеспеченность. Еще на 51 тысячи гектарах земель будет улучшена миллиардивная способность. Из насосных станций на самотечное орошение будет переведено 9,5 тысяч гектаров. Это позволит создать около 245 тысяч новых рабочих мест. Благодаря принятым мерам уже к настоящему времени имеются хорошие результаты в вопросе ирригации страны. За 2018-2019 годы по стране были освоены 1364 гектара новых орошаемых земель. На 3296 гектарах земель улучшена водообеспеченность. На 3869 гектарах земель улучшена миллиардивная способность. «Каргызстан расположен в самой жаркой части Центральной Азии. Без воды в наших условиях у нас ничего не растет. Программа развития ирригации – это то, что нам необходимо. Благодаря ей мы имеем возможность освоить новые орошаемые земли. Это позволит нам развить сельское хозяйство. Президент лично контролирует реализацию программы развития ирригации. На программу направляются не только бюджетные средства, но и средства международных финансовых институтов. Если глава государства и дальше также будет пристально следить за ходом исполнения программы, мы сможем еще больше развить сельское хозяйство и повысить урожайность». В рамках программы развития ирригации в целом предусмотрены строительства и реабилитации 46 водохозяйственных объектов. По данной программе общий объем требуемой суммы составляет 59 миллиардов сомов. Завершение всех запланированных ирригационных проектов послужит действенной поддержкой для отечественных фермеров и крестьянов. внесет значительный вклад в повышение продовольственной безопасности страны.